Это больше, наверное, ну как захочется, так и напишется. Вообще в основном о любви, в основном раньше о любви были, потом какие-то протестные стихи, социальные стихи, вот такого плана. Это как какой-то клуб по интересам, только где люди собираются, у которых определенный род занятий, которые там без вредных привычек, ну и если там с вредными привычками, то с маленькими. В Ногинске не было стихийных вечеров, я выступила как раз в кафе, там было много молодежи, много зрителей, я подумала, почему же у нас ничего такого нет, организовала в Ногинске, и сразу же на себе ощутила радость общения со сверстником. Что накипело, то и выплескивается на бумагу. Раньше были протестные стихи, было что-то очень темное, когда в жизни было много непонятных моментов. Потом и о любви были, и детские. Ну это зависит от событий жизненных, от того, чем ты сейчас живешь, чем ты дышишь. А чтобы что-то такое было прям, вот только символизм и все, нет, такого нет. Совсем недавно кто-то молодой сказал, что он пишет, и я сразу же сказала, идите в Волхомку, чтобы обсуждать. Нет, только с собой пока. А с Наташей не обсуждала? Ну, пока нет. Мы только недавно начнем с тем общаться. Может быть, ты хочешь даже стать детской писательницей. Да, я хочу стать детской писательницей, но при этом оставаться и взрослой писательницей. Еще я хочу писать детскую прозу, я ей уже пишу и прозу для взрослых, и драматургом детским и взрослым. И я работаю во всех этих направлениях. Макс, а ты вот сейчас снимаешь как раз видео-селфи. Всем привет. По поводу направления поэзии. Поэзии. Продолжение следует...